Ребят, тот момент, когда я уже сидел и начал писать завещание, я получаю СМС о том, что Феррари заработала. Это фенат дымит, это они что-то. Мы сделали это, красочек! Не имея опыта с Феррари, он взялся за эту машину. Никто не знает, как я очковал. Ну, нормально же подкапоточка, смотри, все на местах, все вообще четенько, все. Какие люди, салют, братан, салют. Ты что, сфотку сделал, все, все. Так, как вы поняли, уже, друзья, к нам приехал Димка Гордеев в гости. Главное, нам копов не встретить. Расход, пацаны. Расход, пацаны. Салют, гайз! Это новый выпуск на канале Чердак. Ребят, в прошлом выпуске мне было настолько хреново, что мне пришлось поехать и сдать тест на ковид. Так вот, в тот момент, когда я уже сидел и начал писать завещание, типа все мои автомобили, если со мной что-то случится, хочу разыграть среди подписчиков, я получаю смс, долгожданный смс с результатом. Итак, что тут написано? У вас нет ковида. И это прекрасная новость, которая начала меня поднимать прям с колен. Ладно, шучу. В тот момент, когда я болел, мне пацаны из гаража начали слать прикольные видосы о том, что Феррари заработала. Мы это сделали. Точнее, я. То, что надо дымить, это ничего. Просто, да. Ну, и, конечно же, это являлось для меня таким стимулом побыстрее выздороветь и отправиться в гараж. Ну, что, собственно говоря, я и сделал. Короче, врешь, говорит, Дэн, запускай быстрее, хочется посмотреть на твою реакцию. Ну, как же красиво, а? Как же красиво, когда она стоит с открытой крышей, а? Ну-ка, ну-ка. Так, ну-ка. О, да она зазвучала по-другому. О-о-о. По-другому звучит, да, Дэн? Да, по-другому. Вообще по-другому. Итак, дядь, может, расскажешь, что был-то, нет? Ну, он в том фьюзбаксе. Да, под ногами, вон там, я его прикрыл. В районе, где фьюз находится вот этого исполнительного узла, сзади, там попали какие-то металлические там саморезы, что-то такое, и она давала короткое, понял? И я постоянно сгорал фьюз, но я начал разбирать, смотреть, в чем проблема, и нашел проблему вот этого самореза, понял? Устранил его, там, как бы, все прямо в порядочек, поменял фьюз, и все нормально. А теперь прогазуй. Вот теперь можно, да? Да. Окей. Так. Вау! Да ну нахрен, а? Сейчас, погодись. Я хочу. Поехали вместе. Сразу в бункт. Сразу в бункт. Сдавай камеру. На бункт выйдет сразу. Вот это фан. Вот это фан. Охренеть можно. Охренеть можно. Охренеть можно. Мы еще по-обычному были, братан. Я сейчас спорту поставил. Я сейчас спорту поставил. Музыка. Музыка. Да. 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 Мы делали это. Красочек. Музыка. Музыка. Ооо. Это уже офигенно. Лукс во всех режимах. Вообще круто. Я первый на них прокатился, и у меня коленики дрожали. Но я сейчас прям получил нереальное удовольствие. Парни, вот честно вам скажу. Вреж, спасибо тебе еще раз большое, братан. Прям порадовал. Я сижу дома, мне так хреново. И ты присылаешь видосы, я понимаю, блин, круто, все, она поехала. Таблетку остыр накинул тебе, да? Да, 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 прям помог, прям офигенно. Спасибо. Вот я тебе купил майк. Да, спасибо, братан. У тебя только Феррари есть. Да, прям вот четко. Гран-при. Я не знаю, если она на тебя. Братан, ну честно, S размер, братан. Она большая, я просто S на себя померил, она большая. Эй на шут. Эй? Как минимум, да. Но она, пузико будет торшать. В общем, друзья мои, я объявляю на розыгрыш. Серега, я думаю, точно против не будет. Еще и зонтик Феррари. Это оригинальный антоник. Красавец. Спасибо за подарок. Это тоже мне, что ли? Да. Можно я тебя поцелую? Нет, нет, нет. Это как на певу. Офигеть. У нас есть ништяки. Спасибо, Серый. Спасибо. В общем, в тот момент, когда я понял, что я уже готов к работе, первым делом я отправился в гараж. Потому что когда, если не сейчас, нужно привести Феррари в порядок? То, что у нас есть все для того, чтобы закончить этот проект. Тем более, что на днях ко мне должен был заехать Димка Гордеев в гости. И мне хотелось ему показать тачку, чтобы она была полностью готова. Ну, в общем, друзья мои, что, настало время привести машинку в порядок. Завтра в гости к нам приедет известный автоблогер. Вот, хочет посмотреть машинку. И, соответственно, надо ему рассказать всю эту историю и показать. Поэтому сейчас мистер Вреш у нас будет собирать дверные кассеты. У нас сейчас у машинки горит один чек-энжин из-за температурного датчика наружного воздуха. Он находится вот здесь. У нас есть одна маленькая проблема. Мы не знаем, куда у нас подходят три провода, которые оборваны. То есть, этих трех пацанов нам нужно найти. Нам нужно сделать детейлинг моторного отсека. И нам нужно сделать детейлинг салона, чтобы уже все это почистить. Для того, чтобы засобрать моторный отсек, нам нужно одну детальку сейчас почистить, покрасить. И тогда все у нас устанавливается. Потому что у меня пришли все коверы. Датчик работает, нет? Я подключил, нашел разъем, который не подключен. Теперь у нас того хода уже нет. П-11-15, появился П-11-14. Компьютер-эр-темпли-сенсор, минимум. А, типа... Раньше он был не подключен. А теперь он показывает минус, да, у нас в гараже? Либо минимум, либо минус. Не знаю, как это точно почитать. Надо сейчас погуглить и посмотреть, что герем. Я понял. Ну, в общем, датчик устанавливается. Здесь, как вы видите, все работает ровненько. Никаких провалов нет, ничего. У нас здесь сейчас Никита начинает очищать вот эту вот фару. Потому что она единственная осталась, не почищенная. Вот эта вся уже блестит. А сейчас, сейчас, я пошел красить сам из баллончика вот эту нашу распорочку для двигателя. Пацаны, сколько лет, сколько один. В срочном порядке Илюха прибыл к нам на помощь для того, чтобы сделать дитейлинг салона и дитейлинг подкапотки, правильно? Все верно. Как у тебя дела-то вообще? Да хорошо, работаем. Работаем? Растем. Молодец, молодец. Илюха, красавчик развивается. Сейчас посмотрим, не забыл ли он свое мастерство. Нет, это не пропьешь, как ты сдал на велосипеде, наверное. Да? Ну, окей. Что первым будешь сделать? Салон? Да, салон тоже. Тебе крышу открывать надо будет? Нет, крышу тоже будем чистить, пока не надо. Хорошо. Ну все, так что Илюха переодевается и приступает к дитейлингу салона. Что, не горит ничего, мистер влез? Ничего не горит. Че, кэнжин погас? Он просит меня только посигнуть ремень, но отчаста не гнунет. Ага, я понимаю. Конечно нет. Ребята, я говорю, многие из вас написали в комментариях о том, что Вреш красавчик, не имея опыта с Феррари, он взялся за эту машину. Никто не знает, как очковал. Страшно было. Так я с умным видом все делал, как будто понимаю, что делаю. Вот оно что. Илюха, как думаешь, сиденье будет, виден результат вообще, разница точнее? Обижаешь. Я в тебе не сомневаюсь, я вижу уже под верным кассетом, все меняется. Собой, да, красочку закажем единственное, но... Да, вот на этот момент. На момент этот и вот на этот, да. Вот здесь пару скулов есть. Ребята из Белоруссии пришли. Да, у тебя есть могильничек? Есть. Ну что, Илюха, салон закончил, братан? Да. Красавчик, переступили к моторному отсеку, значит. Сейчас здесь. В общем, друзья, поставили все кавери на место. Вот сейчас до конца протираем весь, какой пластик у нас нужно протереть. Смотрится, конечно, прям уже совсем по-другому. Тем, есть какие-то комментарии? Да, надо зашкурить эту штуку. Напись белой сделать, да, и алюминиевой, как она должна быть, и полоски тоже. На сегодня мы, пожалуй, заканчиваем с этой машиной. Завтра у нас будет продолжение, но проект подходит к финалу. И я эту машинку планирую завтра забрать домой. Ребят, вчера сделали детейлинг машинки, и на солнышке сейчас, смотрите, она вся просто играет нереально круто. Серег, ты заценил детейлинг, да? А ты подкапотку видел, нет? Еще нет, я видел только на фотках. О, это другое дело. Да, согласен? Дворников не хватает пока. Дворников не хватает пока. Ну, нормально же подкапоточка, да? Смотри, все на местах, все вообще четенько, все. Пушка. Мальчуганы. Короче, ошибок у нас нет никаких. Машинка заводится, работает, все в порядке. Я просто не могу упустить возможности прокатнуться на ней. Еще разочек. Что, прыгай? О, пацаны, эксклюзивчик. Блин, ну звук, братан, просто. Она по-другому, да, согласен? Прямо она вот-вот задела сейчас, эта машина. Акабрик, это же охренительно! Так, главное нам копов не встретить. Я тоже, я первый раз радовался, как ребенок. Да мне и сейчас нравится, а ты понимаешь, что она рулится, как картинг вообще, просто тормоза, пушка. Серый, есть предложение, да? Ну, тебе надо дилерские номера? Ну да. Ребята, маленькая информация. Я не хочу регистрировать пока эту Феррари. Пока, потому что я не знаю, насколько долго она у меня продержится. А чтобы ездить на ней, мне нужны номера. И вот Серега любезно дает мне свои дилерские номера. Дилерские номера, это номера, которые получает дилер, и он может повесить на любую машину. Ну, всякие разные, драг-дилер там. А вы думаете, на чем я поднялся? В общем, это номера, его автосалоны, назовем это так по-русски. И я могу на них ездить, регистрировать машину не нужно. Я предлагаю сразу, захватил с офиса несколько номеров, одни тоже дилерские и калифорнийские номера на розыгрыш. Да, отлично. Спасибо, братан, спасибо. Огромное спасибо. Ребят, знаете, да, все ссылочки в описании. Серый перекуп жжет. Не, реально, Серега мне помогает. Ну что, вешаем, оболток у нас с болтами болты. Болт! Все надежно, дядь Брюш? Я так думаю. Сделано на совесть, значит, на века. Какие люди! Салют, братан, салют. Ты что, сходку сделаешь? Я тебя ждем, братан, подъезжай. Итак, как вы поняли, уже, друзья, к нам приехал Димка Гордей в гости, поэтому сейчас покажем ему разные интересные машинки и что у нас здесь вообще происходит. И да, покажем Феррари. Салют, братан, салют. Ребята, к нам в гости заехал мой старый знакомый Рома, один из подписчиков, который сам собрал вот эту машину. И сейчас они с Димкой поедут прокатнуться. Посмотрим? Я думаю, это будет интересный экспириенс, в первую очередь, для Димки. Ага. Ну как? В общем, сдал он на права. Ой, как? Сдал. Не, нормально, тебе даже, тебе заблухо. Ну, интересно, да? Интересно даже, как ты. Так, моя машина там, да? Да, твоя там. Отключи себе. Отключи. А все? Надо было раньше. Увели. Ладно, Дим, спасибо, что посетил наш мир. Спасибо, что пригласил. Надеюсь, тебе понравилось. Поехали, я тебя подвезу. А что, я не кричи реально. Нет, какие? В расход, пацаны. Ребят, я не стал показывать подробно всю историю с Гордеем. Его эмоции, его впечатления и вообще, что мы ему там показали. Только потому, что вы все это подробно сможете посмотреть на его канале, когда у него выйдет выпуск из Америки. Ссылочку я оставлю в описании. Но после того, как он уехал, нам осталось буквально пару штришков сделать с Феррари, чтобы я в этот день смог ее забрать уже домой. Итак, ребят, сегодня финальные штрихи, потому что вчера мы доделали всю машинку, все дособрали. И сегодня Вреж должен поставить сюда бачок омывательной жидкости. Резервуар для омывателя. Для омывателя. Да. И подкрылок. И это, собственно говоря, финальная часть, на которой мы заканчиваем сборку. И я сегодня забираю автомобиль отсюда. Мистер Врежу, огромный респект, ребят. Ставьте лайки, пишите комменты. И Вреж все-таки собрался открывать свой канал. Я скоро расскажу. Потому что, ну, очень многие из вас писали, что это супер харизматичный чувак и очень много полезной информации несет. Поэтому я все это дело расскажу чуть позже. Ну, а сейчас он дособирает машинку. Мне было бы удовольствие работать с тобой и своим автомобилем. А, я рад, да, Фазик, будешь скучать. Обязательно. Ну, ты же что-то придумаешь. И у меня вместе что-то придумаем. Но, да, мы что-то придумаем. Обязательно. Это мелочи, которые, да, нужно доделать. У меня, наверное, самая главная задача, чтобы запустить и работать стабильно. Продолжение следует... Итак, мальчишки, у меня есть для вас маленькая история. Я хочу сегодня реализовать одно из своих желаний, мечт. Называйте это как угодно. Три года назад, когда я построил первый проект, это была Камара на этом канале, я отправился на ней покататься в каньоны, где я за день встретил где-то 4 или 5 человек, и все они были на Феррари. И эти дядьки катались со своими детьми. В большинстве случаев это были дочки, не знаю почему. И в тот момент у меня в голове записалось, как было бы круто иметь свою собственную Феррари в выходной день, на ней выкатиться в каньон или вдоль океана и прокатнуться со своей чудесной дочкой. И я хочу первым делом, как только эта машина вот приехала ко мне в гараж, отправиться за своей дочкой, забрать ее и прокатнуться с ней вдоль океана. Ребят, это круто. Ставьте цели, добивайтесь их, потому что нет ничего невозможного. Это лишь маленькая ступень. Идем дальше. Девовуха на месте. Да, Булька? Да. И как, тебе нравится машинка, папина? Нравится, что крыши нету? Да. Ну поехали тогда кататься? А у нас есть еще одна важная миссия, друзья. Разыграть ништяки из прошлых выпусков. Да, Булька? Да. Ну что, разыграем часы, номера и майки. Так ведь? Смущается ребенок, да? Хоть улыбнись, скажи привет всем. Привет. Хе-хе-хе, молодец. Все, розыгрыш будет буквально в следующих кадрах. Итак, мальчишки, помните, в одном из прошлых выпусков я разыгрывал вот эти часы, которые прислал мне подписчик. Тебе понравились они? Да. А давай мы их отдадим одному из моих подписчиков, я обещал. Отдадим? Да. И кому мы отдадим? Биг Вава? Итак, эти часы достаются. Тимур, Биг Вава. В общем, друзья, кому понравились часики, вот дочке мои очень понравились, я, пожалуй, ссылочку на них оставлю в описании. Ну, мало ли вдруг кто-то закажет себе, или там, в подарок на Новый год. Итак, погнали разыграем еще номера. Так, Игулька, да? Да. Итак, у нас 8 номеров было из выпуска с Хабибом, вот это радость у человека. 8 победителей у нас получат номера. Итак, первый победитель у нас А.Д. Хочу номер. В общем, получай. Лихачев Сергей. Второй победитель. Третий победитель. Security Guard. Ага, четвертый победитель. Михаил Дьяченко. Бульочка, не надо ломать Феррари, давай мы оставим его целой. Молодец. Итак, следующий победитель. Диджей Сом. Эльвир Айсин. Это у нас еще один победитель. Еще один победитель. Вячеслав Хачатрян. Мерс Пушка. Я с тобой согласен. Еще один победитель. Алексей Комиссаров. Итак, друзья мои. Еще я обещал разыграть пару маечек. Может быть, 2-3. Короче, смотрим, кому они достаются. Григорий Рыбак. Следующий победитель. Ольга Алистратова. Кабанчик подустал. Лет ему много. Так мы его реанимируем. Тебе тоже маечка. Итак, Александр Поскребышев. Круть. Еще один победитель получает у нас майку. И, пожалуй, на этом мы закончим. Да. Один. А если вы хотите этот номер и еще те, которые дал нам Серега перекуп в подарок, поэтому пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да? Да. Один. Один. А также туда еще пойдет маечка Феррари. В общем, друзья мои, спасибо за ваше внимание. Мы погнали кататься? Да. Да. Все. Увидимся, когда увидимся. В этом году Дед Мороз не придет, и подарки вам не принесет. В новом году Дед Мороз не придет, и ваше звездо подвел. А если вы думали конец, не конец. Мне многие из вас пишут, Дэн, прорекламируй мой канал, расскажи про мой канал. Я, если честно, обычно этого не делаю, если человека нет в кадре. Но, видимо, пришла пора, у меня большая аудитория, я готов поделиться, поэтому первый про чей канал я расскажу. Мальчишка его зовут Артем, и следующая нарезка про него. Друзья, всем привет! На моем канале вы увидите. Такие вот будни охотников. Кто это вообще? Слышные. Это не искусственно. Ой, сидушка опускается, ребят. Папа сейчас разобьет стекло. Иди сюда. Может, тут замок второй, как его открыть? Но под водой. Спасли собаку. Сколько убытков не посчитать. У-у-у! Подавлю-ка.